привет водителям любителям спецтехники подписчикам привет вот короче решил заняться кабиной буду ставить шумоизоляцию изолон фольга там восьмерка вот такой срач кабине сиденье ни разу не снимал то есть четыре года тут не четырех болтах ли сама болты меня тут на 16 заводские родные всех на таки будет печка стоит москвичевская скамбухи тоже буду его переделывать нижний шланг наращу коротенький он и буду куда-то ее думать либо я там поставлю либо просто дальше в угол и повыше подниму все капот пока не ставлю погрузчик завел прокатился конечно я тут немного поторопился то надеялся на новые прокладки под крышку клапанов герметиком не промазал прокатился у меня там маслом чего чуть-чуть пришлось опять снимать и на герметик садить сейчас заводил вроде ничего и чё-то клапана мне не нравится поступит папа на не так чтобы очень неприятно вот сиденье сиденье тоже я уже тут сам уже наклеил потрескалась что это яка кожа какая-то она делаем дальше чё делать будем дальше вот у меня тут изоляция пола сумма изоляция идет полным ходом вчера шла полным ходом сегодня за печку взялся печку снял и говорил уже у меня москвичевская стоит вчера тут вырезал под пол ну потом все уберу покажу здесь уже обшивку снимал тоже утеплил но поставил изоляцию туда там поставил боковушку замучился с ней что-то немножко поторопился неправильно делал надо было конечно сразу же промыть всю эту обшивку чумазая ладно можно и так промыть и сейчас печку печку немножко переделал тоже как бы смотрел видосы по ютюбу вот москвичевская уже говорил вот стояла крючатку мне вентилятор этот я его снял короче этот кулер такую такую крючатку это мазовская мазовская еще камазовская было камазовской чуть побольше диаметром и немножко пошире посмотрел что-то мне мазовская больше приглянулась сейчас испытание провел вот короче крючка работает ну тут еще у меня радиатор не плотный стоит кружок вот Продолжение следует... Не то что вот с этой вот крещаткой. Включаешь и погрузчики даже не знают, что громче работают печкой или дизель. По телефону разговариваешь, печку приходилось вырубать. Тут она и легче, она и... Ну, короче, мне понравилось вообще такой напор воздуха со всех трех точек. Вот, еще сюда надо, конечно, я поставил из фанеры. То есть, крещатка выпирает, радиатор задевает ее. И пришлось здесь дополнительно эти прокладки поставить. Сейчас вот думаю, силиконом тут что ли еще. Потому что все равно она герметична должна быть. Воздух отсюда тоже фигарит. Сейчас сделать все. Промажу и, в принципе, все. Можно ставить печку. Если ты что, не поймешь, где что. А сейчас я ее от пола сделаю где-нибудь вот такое расстояние. Здесь спокойно будут патрубки идти с забора. Один-то сверху будет выход. Вот снизу расстояние оставлю вот так где-то. И тут между кабиной и радиатором тоже такое расстояние будет. Нормально. В общем, поставлю, покажу. Это у меня 4 квадратных метра брал. Половину уже истратил. Ну, еще я боковушки сейчас сделаю. Сколько-то еще останется. В общем, промазал герметиком. Герметик силиконовый. Вот такой вот. Силикон нейтральный. Момент. Просто у меня оставался он. Что-то я не делал. А у погрузчика между стеклами, между лобовым стеклом и боковыми. Мне стекло менярило было. Я его прогремитил. Но у меня как-то... Так меня заклеили, что оно у меня выпадывает. Начинало было. И пришлось уже мне вот что делать. Ну, это я тоже на скорую руку делал. Дело было поздней осенью. Как бы прижал этими планочками. Ну, еще одну можно поставить сверсту. Вот оно. Сверху отошло. То есть, я его чуть не потерял. Вот так приклеили мне его. Старое стекло у меня треснуло было. Ну, и треснуто я было уже. И трещина пошла. Пришлось менять. Вот, в принципе, это осталось. То, что я герметик всю зиму катал. Чуть меньше, чтобы поверил тюбика. Не знаю, что будет. Ничего не сделается. Что с ним будет. Поехали! Поехали! Продолжение следует...